серия видео посвящена пионеру раскрытия филу шнайдеру 25 лет назад 11 января 1996 года он был найден мертвым полиция сочла эту смерть самоубийством приятного просмотра и так я выступаю здесь сегодня чтобы затронуть ряд вопросов один из них заключается том что этих подземных вас построено примерно 3 штук и на каждый штат и вместо 12 тюремных лагерей построено 39 то есть почти по одной на штат они строят два тюремных лагеря каждые 7 месяцев они строят две подземные военные базы в год каждый из них между прочим находится по землям они обходятся на где-то примерно 17-26 миллиардов долларов миллиардов долларов там работает от 1800 до десяти тысяч рабочих от разнообразных мастеров почти все средства полностью проходят через черный бюджет или составляет более четверти черного бюджета а это примерно 310 миллиардов долларов конечно вы можете спросить откуда такие цифры черный бюджет как мы знаем черный проект как все называют черные они означают скрываемые скрываемые от конгресса скрываемые от американского народа очень многие люди даже не имеют о них никакого понятия но черный бюджет съедает более 500 миллиардов долларов в год и отчасти эти огромные суммы денег идут от продажи к церкву наркотиков и деятельности агентства национальной безопасности завершающей тайной операции в основном в панаме и южной америки теперь этими операциями занимаются сейчас и в россии я имею ввиду вывоз оттуда и обработку стратегических металлов кстати вы можете спросить откуда приходят все эти виды новых интересных металлов здесь на доске у нас есть новая таблица менделеева здесь имеется 140 элементов сейчас наших вызов изучают я был средней школе примерно неделю назад я видел там новое издание периодической таблицы менделеева на ней было 105 элементов нам что-то не договаривают нам могут на каждом шагу и на каждом углу нас считают нею кретинами таким образом само правительство сделано сделалось независимым образованием независимой налоговой организацией это образование является вещью себе никому не подать черное это даже не так называемой мировопорядок они просто трудно проломно делать все что им забыл рассудиться из них проверок там не проводится им нужно беспокоиться об этом иногда появляется сенатор который крут то есть действует там ну и сенатор узнает либо хорошо либо не очень но толку от этого никакого нету теперь если мы хотим сами провести свою страну если мы хотим получить обратно свою страну мы должны сначала спросить наших государственных чиновников способны ли они говорить нам правду если нет объявительных письмом или лишить их своих должностей или судить как предателей это довольно жесткие меры но об этом постепенно начинает задумываться все большее число людей что такие меры могут оказаться единственным выходом кроме того отцы основателей нашей нации Джордж Вашингтон Патрик Генри еще кое-кто говорили что ни в коем случае нельзя нельзя выпускать зверя из пиетки они имеют вычистое из под контроля правительство не позволяете вашим правительствам стать таким как Англия во время говорили они и они предупреждали нас об этом прежде всего США это не демократия США более не республика США должны быть республика республика которая поддерживает вся нация стоящая под Богом почему мы не можем более даже молиться о своих государственных школах у нас должны быть судей из верхнего верховного суда которые говорят нам что нам делать растолковывать нам чем и как заниматься как будто мы не можем видеть своими собственными глазами и понимать своим собственным умом по всему тут проводится отвратительная политика благая неужда мне вешать в лажу на уши хорошо по другой теме у меня имеется еще ряд вопросов они здесь передо мной один из них я могу показать его это тяжелый кусок породы он имеет массу примерно чуть более фунта его вес 2,5 раза больше веса урана это не радиоактивен он никогда не может быть радиоактивным он состоит из земных элементов редкоземельных материалов их выбывают из разбившихся летающих тарелок или нечто в этом роде случаясь они разбиваются в пустынях или на нашем дворе это стоит эта порода называется миранитом его используют во всех самолетах стилс во всех черных секретно-билетательных аппаратах построенных по силу черным бюджетом кроме того очень незначительным количеством объектов черных вертолетов называется миранитом вот еще кусок вероятный чистейший титан вряд ли вы его когда-нибудь случили или видели но настолько чист его также используют в сплавах с другими инопланетными элементами которые сделать чрезвычайно трудно он способен выдержать температуру свыше 7000 градусов по Харингету последние два с половиной месяца мы строим новый класс подводных лодок Феникс Феникс это класс подводных лодок создавался по программам которые финансировались из черного бюджета каждый из таких подводных лодок стоит 208 миллионов долларов все их корпуса которые весит примерно 10 тысяч фунтов изготавливаются из титановых сплавов теперь мы можем прямо сейчас оценить полученные данные у нас имеется 106 таких подводных лодок они бродят в воду и в воду они могут погружаться на глубину более 7000 фунтов я получил эти данные 3 месяца назад это поистине фантастический субмарина на ней установлено 11 ядерных двигателей двигателей все в рабочем состоянии с очищением воздуха и между прочим это не простая ядерная установка двигателя они очень малы в размерах наверное не более чем эта трибуна весит меньше 3000 фунтов полагаю каждая равноценная тремя авианосом класса Энтерпрайз но эти подводные лодки класс Феникс состоят из этого металла теперь откуда добывает этот металл он складируется в целом ряде стратегически важных мест предположительно из тех историй что я слышал этот металл добывается на Луне но мне нет возможности доказать это так или иначе полагаю что мы возможно получаем его из России будучи переработанным в космическом пространстве как насчет наших шаттлов в настоящее время совершается секретный запуск шаттлов где-то раз в неделю туда и обратно что это за челноки ну очевидно на них имеется два типа собственной небольшой лаборатории космической станции и все такое в этом роде помните все что вам говорят лишь малой долей правды это не настоящая истина может быть 5% все правды может быть даже меньше будьте уверены вам многого не договаривают другим стратегическим металлом является некий особый брусок с каким-то странным на нем вкраплениями странными вкраплениями кристаллов скалиногидральные кристаллы необия оксиды титана и меди подобный комплект группы найден элементов не найден на земле и определенное количество его разрабатывается в Аламосе через компанию AD&D и другие наряды компаний подрядчиков занятых в конструировании всех этих черных секретных реактивных самолетов все они в том числе спортивные модели маленьких летающих тарелок мы иногда наблюдаем над озером грунт кстати если вы случайно качете с камеры в тех местах и сделаете кое-какие снимки так называемого района поблизости озера грунт скорее всего ваше оборудование будет конфисковано также будет конфисковано ваш автомобиль ваш дом к вам будет относиться как торговка наркотиками и посадить фирму на 5 лет до 5 лет и миллион долларов штрафа не думаю что лично слышал об этом не верю что подобного рода бдительность нужна нам в Америке и мы должны избавиться от нее иначе мы умрем без Америка вот еще несколько других элементов вот очень легкий элемент он состоит из металла лития а также инопланетных элементов чуть тяжелее водорода но немного легче гелия его также разрабатывают используя для скрытых методов движения и он также находится в своеобразной неправильной кристаллической форме между прочим неправильный треугольник это разносторонний треугольник с разными по величине сторонами неправильная металлическая кристаллическая структура безусловно относится к инопланетным элементам или инопланетным технологиям приспособленным к нашей собственной технологии его передали мне примерно год назад и он называется неземная капля Авроры предположительно его используют в обшивках черных самолетов что предположительно позволяет достигать чрезвычайно высоких скоростей они светятся красным светом от нагрева иногда белым после посадки остывает и этот материал стекает с них по каплям этот материал напоминает прорезиненное покрытие но он не резиновый он твердый как пара лавы и даже тверже и способен удерживать огромные температуры но тем не менее некоторые из них изнашиваются раз от разы поэтому их списывают в утиль и выбрасывают как мусор вот несколько из оставшихся частей вот одна из самых сложных так называемых техногенных пород опять же он получен из ряда инопланетных составляющих получен на основе чужеродной кристаллической структуры по очень продвинутым технологиям он примерно в 11 раз крепче алмаза и около 70 раз тверже алмаза способен удерживать температуру свыше 10 градусов по 10 тысяч градусов по паренгейту используется для очень тонких покрытий или окон маленьких окон сверх звуковых самолетах самолеты которые превышают число махов пять раз вот интересный артефакт вот здесь и есть кусок породы который кстати насчитывается 100 тысяч лет которым насчитывает 100 тысяч лет на его скуле виден некий инструмент порода найдена в серии простите нет отпечаток этот печаток похож на ископаемый но это не так этот печаток небольшой механической части на своего рода маленькую лопасть несущего винта этому камню 220 миллионов лет кто создавал машины 220 миллионов лет назад может быть фон Деникин был прав в конце концов а вот фактически кусок фрукта превращенного в агат или нечто похожее на известь его даже один раз пытались пыталась клюнуть одна из птиц таким образом он моментально превратился в агат он имеет аналогичную структуру агата на подобии материала найденного в Керосиме и Нагасаки после тех атомных взрывов в войне Второй мировой войны там травы, цветы, лепестки цветов и другие вещи мгновенно окаменели превратились в агат что аналогично в процессе корректализации однако этому предмету около 20 миллионов лет но он до сих пор сохранил свое первоначальное зеленое покрытие практически изменился а это найдено на плантации чеснока имеет возраст между 20 и 35 миллионами лет и опять же он имеет аналогичное розоватое покрытие а вот некоторые из кусков металла с отшивки разбившуюся дискл в Розвелле мне его дали когда мне было 14 лет моему отцу пришел один из его старых друзей кто работал на флотском активе он служил в королевском флоте Англии тогда мне было 14 я сказал мой папа можно мне взять один кусочек можно ли я спрошу у Джонни ой иди спроси у него ответил отец он тебе может дать все что сможет и подобного рода вещи тоже я сказал Джонни как вы думаете могу я иметь этот кусок металла но он нет 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 это невозможно и папа говорит ой дай его малышу какого черта он все равно его скоро потеряет но я его не потерял он сохранил на своем уме своего рода уникальную вещь ему удалось вскрыть обшивку аппарата кстати благодаря капельному нанесению на поверхность жидкого азота после чего обшивки стукнули механическим или гидравлическим молотом он разлетелся на мелкие кусочки материал обшивки был позже проанализирован и приспособлен для нашей собственной технологии все эти артефакты прекрасно сохранились но опять же главный вопрос в том к чему это все приведет мы практически не знаем к чему все это приведет раз из разу нам перепадает на новый компьютер то кварцами что это еще что не будет какая нибудь безделушка типа тех какой мишурой дары у индейцев пару сотен лет назад но мы получаем эти мелкие безделушки но ком черного бюджета по прежнему кальция достигает даже более триллиона долларов каждые два года это где-то между тысячи двадцать три миллиардов и 1,310 триллиона долларов каждые два года каждый уходящий год черного бюджета не проверяется не контролируется что фактически просто подрывает экономику нашей страны это первое второе это то что эти подземные военные базы в первую очередь понадобились бы если бы разразилось лищество вроде ядерной войны или имелся определенный враг или если бы на вас если бы нас атаковал Китай или еще кто-то еще я был бы не против пару десятков подземных баз для правительства и они теоретически могли бы помочь нам восстановиться наподобие феникса из пепла но не сто тридцать же баз если вы собираетесь согнать людей под тюремные лагеря что может быть лучше подземных лагерей о которых никто не знает не знает где они расположены поэтому опять таки эти подземные базы скорее всего были спланированы как подземные концлагеря для рабского труда на новый мировой порядок новый мировой порядок создается вероятно единственной силой о которой мало кто говорит творцам нового мирового порядка даются указания так же как и организации объединенных наций верите вы этому или нет со стороны более мощных инопланетных сущностей из космоса мы можем называть их большими серыми или небольшими серыми для этого истинно зловещей силы и вы можете спросить ну хорошо но как же мы не замечаем подобные разные вещи представьте себе если вам говорят только пять процентов правды то есть совсем немного чтобы что-то понять это первое второе вы не найдете слишком много людей которые бы приехали сюда и попробовали бы добраться до истины совершенно не хотелось бы все же попробовать и сделать это для вас тем не менее прошу вас выйдя отсюда делайте наше общее дело не обязательно верить в то что я говорю но вы выйдя отсюда туда говорите с людьми неважно с кем будь то парочкой соседей или друзей или типа того и говорите ведь один скажет двум и двое скажет четырем и довольно скоро у нас наберется целая комната людей которые будут в курсе и оттуда информация будет распространяться далее кроме того общественное мнение будет постепенно влиять на изменения черных бюджетов и этих секретных программ если буду делать это я буду заниматься миллион из нас то мы будем информированы и будем делать то что должны делать то чем сейчас занимаемся чем сейчас занимаемся собираетесь и говорить и конечно большинство из нас взрослых способны осеять правдивый факт от вымысла но большинство из нас все отдающие себе отчет взрослые способны отличить реальный факт от вымысла и понимают как их используют или злоупотребляют ими таким образом мы должны продолжать изучение продолжать говорить если этим буду заниматься только я то не очень много людей знают о том о чем я вам рассказал я прожил более 30 выступлений США Канаде Японии Побывал в Англии в Японии инициативно законно я вернулся в те же выходные они вышли меня оттуда но я выступал с докладами на ряде семинаров и они очень заинтересовались теперь если я гордился кучу то никто бы не слушал у меня не было бы той аудитории но она у меня есть и меня слушают на мою жизнь было совершено более 13 покушений с начала этого года тут присутствуют дамы поэтому я не могу показывать что они со мной сделали но Эл увидел мои раны имея с кое-какие свидетели которые посещали некоторые из моих прошлых лет они могут подтвердить что у меня имеется огнестрельное ранение меня пытались вытолкнуть на проезжую часть впихнуть на дорогу но в основном стреляли и тому подобные вещи была и рукопашная борьба с некоторыми из этих типов и хоть я был и не в лучшей форме все же сумел постоять за себя и близок к тому чтобы показать вам здесь что они со мной сделали ну в основном мне хотелось бы дать вам лишь обзор того что происходит подписывайтесь на канал и не пропустите новые выпуски берегите себя и не пропустите и не пропустите все что они не пропустите